Мы должны осознавать, что много людей не нужны сейчас. Куда деть людей? Мы оптимизируем процесс, мы оптимизируем налоговую, мы оптимизируем бухгалтерию. Допустим, мы бухгалтерию оптимизировали, убрали документы бумажные. Бумажные документы обороты сократили в 5 раз. Но у нас же есть целлюлозные бумажные заводы, которые выпускают бумагу. У нас есть поставщики этой бумаги. То есть в этой отрасли работает 50 тысяч человек, к примеру. Куда их деть? Вот умное государство, оно в соответствии с этим планом и понимает, оно знает, куда деть. А в большинстве государства, честно говоря, не знают, как решать вопрос. И поэтому лучше его не решать. Вот это причина отсутствия изменения в нашей стране. То есть, может быть, и искренне хотело бы государство провести реформы. Но вопрос, куда деть людей, стоит ребром. Я если оптимизирую все, представляете, у нас, может быть, половина людей, которые сейчас заняты, в каком-то якобы производстве или сервисе, половина станут не нужны. Вместо них будут компьютеры, вместо кассиров на кассе. Куда деть этих людей? А самое главное, ну, вы понимаете, что их содержать надо. А самое главное, если глубже на это посмотреть, вот смотрите, я оптимизировал производство. Вот я выпускал 100 единиц товаров, у меня было 10 человек. А сейчас я поставил оборудование, которое позволяет выпускать тысячу, и у меня 5 человек может работать. Классно, я затраты сократил, объем нарастил. Куда деть вот этот объем? Если людей я уволил, они теперь зарплату не получают, у них не на что покупать эти товары. Понимаете? Вот так, представьте, половину страны оптимизировать вот так вот. И куда деть? Ну, скажем, штаты эти вопросы решают. Каким образом? Они экспортируют свою валюту и большое количество товаров за границу. То есть, если у тебя есть экспорт за границу, то понятно, у тебя при оптимизации производства, у тебя обороты выросли. Ты получаешь больше денег сюда. И грамотно распределяя, ты позволяешь тем людям, которые высвободились, жить либо на пособие по безработице, либо, если ты грамотное государство, дать направление, чем заниматься. Допустим, наука, если у меня есть планы перспективные на 10 лет химическую отрасль развивать, то я часть людей буду в это направление и отправлять. То есть, создавать соответствующие институты, образовывать там, исследовательские. То есть, вот так вот, да? А если ты работаешь на внутреннем спросе, ну, то есть, вот, как бы, ты продаешь людям внутри страны. Ты половину людей уволил, они остались без денег. А что делать? Ну, вдумайтесь, действительно, что делать? И вот, я просто клубок распутываю некоторые моменты. И вот, задавшись вот этим вопросом, что делать, вы могли бы прийти через несколько итераций к определенной мысли. А именно, что сегодняшнее бурное развитие интернета, телевидения, когда у нас сериалы шикарнейшие, социальные сети. То есть, абсолютно офигеннейший контент. Ты вот садишься и залипаешь просто, у тебя аж слюна может течь, насколько там интересно все сделано. А как вы думаете, для чего это сделано? Вот, если взять вот эту вот тенденцию, просмотреть, что действительно, предприятия сейчас избавляются от людей, принимая на вооружение современные технологии, программное обеспечение, куда деть людей? Ну, у людей обрезаются доходы. То есть, понятно, что обрезаются доходы. Соответственно, люди сокращают потребление свое. В чем? Они сокращают свое потребление в таких вопросах, допустим, строительство. Ну, не строят ничего, живут там в какой-то халупе, да? Они сокращают потребление в культурном сегменте. То есть, они не ходят в кино, в театры. Они отказываются от отдыха где-нибудь за границей, на море. То есть, они от многого всего отказываются. А что у них остается как альтернатива? Вспомните, Древний Рим, хлеба и зрелища. Ну, да, на еду им хватает пока. Монсанда помогает. А зрелища какие? И вот им дали смартфон, дали интернет. И, в общем-то, за 5-10 долларов в месяц у тебя вся яркая, красивая, насыщенная жизнь в экранчике телефона перед глазами. А дополнительно дали социальные сети, компьютерные игрушки. На танки можно ездить классно. И вот этот вот объем планктона, так сказать, который не нужен, вот его туда отправили, приучают. Ну, надо же чем-то задействовать этих людей. Они сегодня не нужны. И вы когда-нибудь задумывались над тем, что вообще-то большинство людей в надстройке общественной, которые не связаны с производством товаров и услуг, нужных непосредственно для жизни человека. То есть, еда, вода, воздух, место для сна. Они не нужны. Ну, они есть, потому что вот эти вот раздутые потребности были. Но, по сути дела, вот эти люди, они получают деньги, по большому счету, просто так. Ну, если взять и представить племя древнее, то вот получается, вот 20 человек в племени сидят, то по целыми днями танцуют вокруг костра и курят трубку мира. А два человека ходят и целый день собирают ягоды, там, кабана завалят и тащат им. Вот два человека работают, а 20 сидит, развлекается. Вот так вот сегодня и выглядит система вся. И куда вот этих развлекающихся людей девать? Понятно, что в сложившейся системе экономической, ну, есть возможность перераспределять деньги и платить. Немного, ну, чтобы им хватало на доступ в интернет и на покушать. И на смартфон, конечно, обязательно, чтобы это было. Вот, но дальше вот вопрос полумерно решается сегодня вот этот. Но вы никогда не думали, что есть еще и план Б, и план С, что делать с этими людьми? И здесь есть хорошие примеры. Что может произойти? Ну, может произойти самое простое. Это какой-нибудь вирус может появиться. Понимаете? Ну, типа Эболы. И выкосить очень много-много людей. Половин. Ну, есть еще варианты войны. Это тоже нормальная схема. Ну, а напоследок я хочу дать супер-скрытый смысл. Чтобы вы просто подумали. Вот представьте, если бы кто-то, кто думает, что управляет планетой, землей, людьми, ну, вот на секундочку решил перепрошить мозги человечества. Ну, вот я хочу, так сказать, новую версию мозгов поставить, где не надо будет любить маму, папу, где надо будет пользоваться понятиями гуманности, понимаете, где не будет совести. Что для этого нужно сделать? Ну, первое, нужно синхронизировать всех, потому что очень тяжело по оденности прошивать. Замучаюсь. Значит, нужно синхронизировать всех. То есть, всех выделить в единую, так сказать, такую массу овощную. С пустотой в голове. А пустота очень хорошо будет заполнена роликами на YouTube, по приколу, социальными сетями. Очень много всякой информации, которая из разряда поржать. Слышал звон, не знаю, где он, а время убил. Очень много сериалов полезных мы смотрим. Да-да-да, очень много. MTV хорошо помогает. То есть, вот мы, в общем-то, сформировали вот такое вот стадо баранов во всем мире. То есть, вот сейчас они создали вакуум, синхронизировали. А теперь надо новое что-то положить. И первое, с чего начал бы я, когда Конфуция спросили, с чего бы мы начали, если бы стали императором? Он сказал, первое, что бы я сделал, это я вернул бы словам их смысл. То есть, что мы с вами начали одинаково мыслить. И для этого есть ресурс у государства. Это национальное телевидение. Сделайте телевидение интересным. По потребностям сегодняшним. А потом эти потребности трансформируйте. В правильном русле. В русле вот этого плана, который вы выработаете. Клуб здравомыслящих людей надо собрать под любой эгидой. Под развитием экономики. Под каким-то философскими обсуждениями будущего страны. Но идея какая? Что это надо делать? Ну, надо какие-то шаги предпринимать в этом направлении. Не будет плана, не будет будущего. Продолжение следует... Продолжение следует...